Снимать мы будем сегодня Ford Shelby F-150, 700 лошадей. Идем забирать автомобиль, и сейчас будем на нем делать драйв-тест. Вы уже ждете? Уже обещали? Значит, покажем. Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Владимир Толучко, компания Sao Motors. Сегодня на обзоре у нас будет, как вы догадались уже, Ford Shelby. Это 2016 год, легенда, 5-литровая, суперчарженная. Приобреталась она на аукционе Копорт, на страховом аукционе Копорт. Стартовая цена этих автомобилей, вообще их limited edition, то есть их ограниченное количество, примерно от новых, от 120 тысяч долларов. За этот автомобиль здесь, в США, мы просим 51 900. То есть примерно 52 000. Я оставлю ссылочку в описании, где вы можете пройти, посмотреть, и при необходимости позвонить нам и выкупить данный автомобиль. Вы понимаете, разница в цене очень огромная. Что было с этим автомобилем? В этом автомобиле мы поменяли задний мост. Его приобрели на аукционе Копорт, у него был вывернут задний мост. То есть сам чулок был согнут. Мы приобрели новый задний мост, заменили его полностью, и все, этот автомобиль передвигается и едет. Чем отличается Ford F-150 Shelby от простого Ford F-150? Ребят, он отличается, опять же, силовыми агрегатами, он отличается двигателем, суперчаржером, он отличается мостами, он отличается всей подвеской. То есть отличий очень много. Это единственный трак, у которого в стаке имеется 700 лошадей. Итак, друзья, основной обзор мы начинаем, как бы, этого автомобиля и с салона автомобиля. Какой он у нас здесь, да, то есть смотрите, обратите внимание, да, то есть в данном автомобиле, что мы имеем? Мы имеем систему Sony, всю полностью аудио, аудио, видео, камеры и так далее. То есть имеем камеры заднего вида, то есть как бы сейчас мы вам все это покажем, да. Мы имеем вид полностью по кругу, то есть вы видите, у нас здесь 4 камеры на автомобиле. Мы видим все полностью, что происходит вокруг автомобиля. Что еще? Мы имеем все переключатели. Опять же, я повторю, здесь в этом Shelby F-150 у нас стоит 700 лошадей. По кожаному салону, ребят, смотрите, из нюансов, что мы имеем здесь. Из нюансов у нас взорваны два сиденья, взорваны две шторки аэрбэга. Мы это все показываем нашим клиентам. И если клиенты хотят брать такой автомобиль под восстановление, они обращаются к нам и, пытаясь сэкономить, берут данный автомобиль. Друзья, еще по поводу сидений, да, то есть сидение здесь довольно-таки удобное. Вообще салон и место водителя, да, то есть оно довольно-таки удобное. Кресло мне очень нравится. То есть вот именно Shelby кресло, оно немножко отличается от простого кресла от F-150. Здесь мы имеем панельку полностью со всеми кнопками открывания. Регулировка зеркал, регулировка окошек. Здесь у нас стоит память. Здесь у нас есть открывать-закрывать салон. Слаживается полностью у нас зеркала. Кнопка Push Start. Обратите внимание, какой стоит у нас мультируль, да, то есть сигнал у нас работает. Все есть на руле, вся кнопка, все регулировки, именно магнитола и так далее. Ну, как бы, я думаю, что салон здесь в нормальном таком качестве, да, то есть для водителя. То есть вам понравится. Те, кто не ездили на F-150 Shelby, а катались на F-150, то есть они заценят именно вот этот салон. Сейчас переместимся назад и посмотрим, что у нас там сзади по салону. Итак, друзья, переместились мы на заднее сидение, да, то есть что здесь? Ну, нормальная отделка, да, то есть вы видите, отделка под дерево. Я не думаю, что это дерево, это пластик, но, опять же, сделали уже довольно-таки интересно. А места? Места хватает для двух взрослых мужчин легко. Я думаю, сюда можно посадить спокойненько ребенка и неплохо, места много. У нас есть здесь сразу, вы видите, подогрев задних сидений. Охлаждения нет, но подогрев здесь имеется. Чего мне не хватает, конечно же, я бы всегда хотел иметь ручку вот здесь, да, то есть за что-то, если тут держаться, так это пикап-трак, то есть, ну, как бы, она нужна здесь, а не вот здесь. Они поставили почему-то здесь для того, чтобы якобы в него было легко залазить, да, то есть, ну, опять же, я думаю, здесь ручка, как в джипах, она была бы гораздо приятнее. Мне нравится эта панорамка, конечно же, вы видите, да, то есть панорамка здесь полностью рабочая, открывается-закрывается, имеется два люка, но это большой плюс, конечно же. Что мы еще имеем? Мы имеем здесь розетка для, если вы хотите, ну, как чарджер для компьютера или чего-то еще, есть прикуриватель. То есть, это, ну, это неплохо уже. В Mercedes, ну, да, у меня в Mercedes тоже была, кстати, розеточка. Я хотел сказать, что, блин, странно, ее не было, я сходил, она была. Так, ребят, ну, а сейчас переходим и будем осмотреть, что у нас за удар конкретно по кузову, что здесь нужно менять, что не нужно менять. Ваше мнение, что бы вы сделали, что бы вы не делали. То есть, как по мне, я бы менял бы, допустим, здесь сразу бы заднюю дверь правую и врезал бы четверть в кузов. А вы, а вы пишите, сейчас покажем. Итак, ребят, что мы видим здесь? Что нам нужно? Нам нужен левый задний фонарь. Нам нужна здесь работа с левой, вот этой, как бы, четвертью всей кузова. Да, вы видите? Как бы, я думаю, что ее можно поспаклевать, ее можно сделать. Но, опять же, если делать в идеал, если делать хорошо, если делать для себя, ее стоит менять. Как по мне, тут нужно заменить вот эту дверь полностью. И они в передачу почему-то, мне кажется, алюминиевые. Да, двери здесь алюминиевые в этом шелбе. Одна, вторая. Я думаю, менять стоит сразу две двери. Одна, вторая дверь, четверть. Также по удару у нас, смотрите, какой нюанс с кузовом, да, с кабиной самой. Кстати, кабина здесь также алюминиевая. Вот почему его списывают сразу. Вы видите, да, то есть вот эту вот часть нужно также менять. Почему мы ее здесь не делаем? Потому что, ну, алюминий – это алюминий. Варить его долго, делать его долго – это все дорого. Зачем? Поставили мост. Клиенту показали, в каком он состоянии. Хочешь, клиент, занимайся. То есть, опять же, ребят, ссылки для тех, кто хочет приобрести такой автомобиль, будут в описании. Ссылки на наш инстаграм, ребят, будут в описании. Плюс Феркс выставит, допустим, этот пост с этим Ford. Будете смотреть. Вот такой вот, ребят, краткий рассказ по поводу вот этого данного Ford. Что приобрели, что имеем, что можно приобрести на аукционе Коп. Поэтому палец кверху, подписывайся на наш канал, ставим лайки. С вами Касал Владимир Толочко и Феликс Москвин. Всем бай, ребят. С вами Касал Владимир Толочко и Феликс Москвин. С вами Касал Владимир Толочко.